Сторонник этих вещей, на самом деле, я считаю, что это неправильно, если не сказать, что отвратительно. Это составляющая истории нашей жизни, которая происходила с 90-х годов, когда было позволено все практически, когда мы смотрели на пьяных президентов, которые продавали нашу страну по частям. И ничего странного в этом, в общем-то, и не было. Но сейчас уже наступают другие времена, выросло и растет новое поколение, надо думать о них. И если взять в пример то, что происходит в Европе, однополые браки и прочее, 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 но ведь можно так докатиться и до серых мышей, понимаете? Поэтому надо думать о себе, надо беспокоиться о будущем своей страны. Я думаю, в первую очередь, это должны заниматься уже руководство нашего города, если мы говорим про Москву. А не только штрафовать людей за то, что они там поставили машину, и непонятно, куда эти деньги уходят, кстати, между прочим. Я вот пару раз попадал, когда машину увозили, я считаю, это колоссальное неуважение к людям, во-первых, которые попали в эту ситуацию. Там полдня теряешь на время для того, чтобы найти машину, потом полдня на то, чтобы оформить все правильно, и еще после этого заплатить штраф. Если штраф не заплатишь, у тебя машину отнимут. Новый закон, замечательный, понимаете? Вот о людях не думать, думать о том, как заработать деньги на несчастье людей. Вот это надо, об этом надо думать, в том числе вот эти фотографии, порнуха, эти журналы, эти передачи, эти билборды, это надо снимать, конечно. Убирать. Есть более достойные вещи, которые можно показывать, о которых нужно говорить, на которые надо смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok